Успех сирийских правительственных войск. Сегодня удалось установить полный контроль над городом Сальма. Он считался главным оплотом террористов, запрещенной в России группировки ИГИЛ в провинции Латакия. Вместе с бойцами сирийской армии воюют и отряды народного ополчения. И нашему корреспонденту Климу Санаткину они рассказали, почему оружие взяли в руки даже люди самых мирных профессий. Они пришли сюда добровольно ради одной цели – защитить свою землю. Будущее – ополченцы армии самообороны Сирии. Учителя, водители и инженеры из разных городов. У Аймана Мухаммеда до войны были дом, работа, семья. Теперь же не осталось ничего. До войны мы мирно жили со своей семьей. Но как только пришли боевики ИГИЛ, нам пришлось бежать из родных городов. Я потерял 12 членов своей семьи – в Хомсе, Латакии, Идлипе, Дамаске. Все они погибли от рук террористов под бомбежками. Почти 500 человек ежедневно тренируются на армейской базе в Латакии. Курс молодого бойца – спортивная подготовка и основы обращения с оружием. По сирийским законам в отряды самообороны могут вступить мужчины до 50 лет. Курс подготовки бойцов длится две недели, после чего каждый из них отправится на службу. Они говорят, что готовы отдавать долг родине ровно столько, сколько будет нужно до тех пор, пока не вернут мир в свои дома. Они останутся в тылу, обеспечивать порядок на улицах, следить за подозрительными прохожими и помогать местным жителям в освобожденных городах. С каждым днем войскам сирийской армии при поддержке нашей авиации удается отбить новые территории, а значит, нужны и те, кто будет поддерживать спокойствие на этой земле. Ополченцы очень важны для нашей страны, но также необходимое присутствие российских войск в Сирии. Российская поддержка играет главную роль в борьбе с боевиками и террористами. Ибрагим Аюб Аль-Хаик до войны был школьным учителем. После подготовки он останется в родной Латакии, знает, что рискует жизнью, но больше всего боится за свою семью. Дома у меня остались жена и четверо детей. Я ушел, потому что только так я смогу защитить семью и всех сирийских детей. На оккупированных террористами землях у детей нет будущего. Они не получат образования, а их жизни в опасности. Поэтому я не могу больше оставаться в стороне. Уже через несколько дней добровольцы заступят на службу. Они искренне верят, что скоро смогут вернуться к своим семьям. Мы верим, что сможем защитить наши семьи и победить терроризм на нашей земле. Однажды мы вернемся в свои дома и снова будем жить в мире, как раньше.